Здравствуйте! В эфире православная энциклопедия. Сегодня мы будем говорить о молодежных субкультурах. Куда уходят наши дети и почему они создают сами себе придуманную жизнь. Раньше это были панки, хиппи-рэперы, металлисты. Сегодня готы, эммы и другие. Что привлекает молодых людей в подобных сообществах? Чем грозят им эти увлечения? И возможно ли среди них проповедь о Христе? Гость программы – заместитель председателя Синодального отдела по делам молодежи иеромонах Дмитрий Першин. А в начале программы – новости церковной жизни. Святейший Патриарх Кирилл совершил трёхдневный визит в Петербург. Он возглавил заседание Священного Синода, на котором было принято несколько важных решений. Образованный Патриарший Совет по культуре, Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством и Синодальный отдел по тюремному служению. Также Синод принял ряд кадровых решений и благословил открытие в Москве за иконоспасского мужского монастыря. Во второй день своего визита Патриарх посетил Александр-Невскую лавру, Смоленское кладбище, где находится часовня Блаженной Ксении Петербургской, а вечером поклонился мощам святого праведного Иоанна Кронштадтского в Иоанновском монастыре. В третье воскресенье Великого Поста Патриарх совершил литургию Василия Великого в Казанском соборе Петербурга. Он поклонился чудотворному списку казанской иконы Божьей Матери, которые находятся в этом храме. В этот день начиналась крестопоклонная неделя, напоминающая верующим о предстоящих крестных муках Спасителя и о том, что у каждого из нас тоже есть свой крест. Тот, кто за Богом хочет идти, должен отвергнуться себя и со смирением принять крест, понимая, что он дается для спасения. И не уныние, не ропот, не отчаяние, не злобное сопротивление, а приятие креста Господня. Преобразует человеческую жизнь, меняет эти человеческие отношения, пронизывает их божественной мудростью. Да поможет всем нам Господь нести свой крест во спасение. Аминь. По окончании литургии было совершено поклонение честному и животворящему кресту Господню. Тема нашей программы – молодежные субкультуры. Субкультура не является культурой, преобладающей в обществе и даже противостоит ей. Кто они? Современные готы, эмо и другие. Как бы они себя ни называли, и 20, и 30 лет назад, и сейчас, это всегда вызов обществу. Всем, кто не принимает их ценности, их языка, их внешнего вида. Причем, если неискушенное окружение может и не находить особого различия между панком и постпанком, хиппи и рэпером, готом и эмо, то сами участники этих групп очень даже обидятся, если представителя одной субкультуры кто-то по неведению причастит к другой. Субкультура появилась в Америке и в Англии. Вот две страны, где ярко проявились такие субкультуры, как панки, как потом постпанки, как готы. Это связано с классовыми корнями недовольства молодежи рабочего класса, которая довольно ярко проявлялась в 50-е, 60-е годы. Для поколения сегодняшнего, которым сейчас 16, 17, 15, это вот самые такие подверженные субкультурной активности возрастные группы, они абсолютно не представляют себе, каковы корни того, чем они занимаются. Это прежде всего способ самоидентификации. Большинство современных готов не знает, что так называют германские племена, жившие в первом веке. А готика – художественный стиль позднего Средневековья. И то, что носили в давние времена благородные рыцари и прекрасные дамы, не имеет никакого отношения к современной готичной моде. Если вы видите человека с пластиковыми трубками вместо волос, и с цветными линзами в каком-нибудь жутком, совершенно невероятном наряде, в пластике, в каких-нибудь ботинках невероятных размеров, невероятных цветов, знайте, это кибер-год. Пожалуй, ближе всего к мироощущению этих молодых людей – готические романы ужасов 18-го – начала 19-го века. Современный год романтичен, замкнут, подвержен депрессии, отрицает стереотипы и склонен к воспеванию смерти. Любимое место его прогулок – кладбище. И в то же время год очень ранен, и ему совсем не безразлично отношение к нему окружающих. Я людям ничего не делаю, ничего плохого. Они могут меня такать пальцами, говорят обо мне гадости. По большей части мне на это абсолютно не плевать. Иногда я могу в ответ что-нибудь плохое сказать, но это только если у меня плохое настроение. Вот. Я просто этого не понимаю. Я сама так никогда не буду себя вести. Нельзя говорить о субкультурах как о каких-то цельных образованиях. В них есть несколько слоев. Некоторые слои, да, это стремление к литературе, это поэзия Эдгара По, положим, которая прекрасна сама по себе и других романтических авторов. Но, с другой стороны, существует масса молодых людей, которые воспринимают только внешнюю атрибутику. И эти люди потом не знают, что с собой делать. Как правило, они просто это перерастают или уходят в какую-нибудь другую субкультуру. Недавно на одном из готских сайтов появилось такое определение настоящего Готта. Он любит ходить в музеи, читает Шекспира и Бальмонта, часто задает себе вопрос, почему. Боится быть посредственностью и не понимает, почему люди столько времени проводят у телевизора. А одна девочка написала, что она верит в Бога и пригласила других Эмма на День православной книги. Сегодня мы будем говорить о той жизни, которую сами себе придумывают наши дети. Они создают свои мини-сообщества, в которых им казалось бы хорошо и уютно. Но всегда ли это так? Не ждут ли они от взрослых шага им навстречу? Наш гость – заместитель председателя Синодального отдела по делам молодежи иеромонах Дмитрий Першин. Беседу с ним мы записали в гостиной православной энциклопедии. Здравствуйте, отец Дмитрий. Добрый день. Мне кажется, что вот такое явление, как молодежная субкультура, не знаю, согласитесь со мной или нет, это такое явление неприятия все-таки ценностей общества, неприятия ценностей семьи. Это всегда некое противопоставление себя основной культуре, в котором живет общество и государство. Нет? Я думаю, что это так, и это очень созвучно как раз подросткам и молодым людям, которые вот где-то с 12 лет начиная пытаются найти себя через развлечение себя и своей семьи, себя и общества, себя и класса, семья и там какой-то общности, в которой они оказываются. Я считаю, что протестная реакция, противопоставление – это нормальная реакция, потому что всегда этот мир, падший мир, мир плоский, мир, в котором люди живут ради власти, ради денег, ради удовольствия и только ради этого, он всегда должен вызывать нормальное отторжение у детей, которые чище сердцем, чем взрослые. Надо признать, что это отторжение не просто от общества, а от больного общества, от больной семьи, из искажений каких-то в обществе. То есть, для вас молодежная субкультура и уход подростка, молодого человека в некую субкультуру – это прежде всего желание жить не по лжи. Я так понимаю. Одна из мотиваций. Одна из мотиваций. Какие еще? Значит, может быть, причина еще одна. Ребенок ищет общение. Ребенку очень хочется найти тех, кто его воспринимает как его самого, в его собственной значимости, может быть, проблемах. И субкультура такую возможность дает. Современные субкультуры отличаются от тех, которые были в нашем очереди 20-30 лет назад. Вот, скажем, хиппи, битники, панки. Вот сейчас это кто-то другой. Это, по-моему, гота, готы, эмо, какие-то еще. Опишите несколько таких направлений. Кто это и чем они друг от друга отличаются? Ну, вот, я думаю, что мы можем взять два таких основных вектора сейчас наиболее популярных – это эмо и готы. Значит, если говорить об эмо, это субкультура, которая возникла, скажем, формируется вокруг идеи чувства. Вокруг это люди… Эмо значит эмоциональные. Это от слова эмоции, да, совершенно верно. Это дети или подростки, которые устали от вот этих голливудских улыбок, за которыми нет никакого человеческого чувства, да. А что они исповедуют, эти вот эмо? Что их объединяет? Какая идея или идеология? Какая вера, может быть? Если говорить об эмо, то это движение неоднородное. Там есть эмо, которые принципиально не курят, принципиально не пьют, не употребляют наркотики, позиции. Это не означает, что это люди без недостатков, то есть у них есть свои вещи, они там могут краситься, они могут изображать депрессию. Розовые волосы, какие-то странные ногти, вот, вести себя вызывающе в других вещах. Есть наоборот такое движение, или крыло в этом движении, которое скорее выходит на такой массовый рынок, которое себе позволяет все удовольствия этой жизни, но при этом все-таки хочет себя считать страдающей частью, значит, некую слезу пустить. Я в свое время в интернете, ну, у меня была попытка работать с эмо, просто на уровне текстов, да, каких-то комментариев. И я специально этим занимался, я понял, что они действительно не реагируют на смысловые зацепки. Они обсуждают какие-то песни, они выплескивают свои страдания, может быть, очень реальные страдания, дети страдают, может быть, даже больше, чем взрослые, потому что у них нет еще иммунитета, они не знают, как с этим быть. Да, действительно, я с вами соглашусь, дети страдают чаще глубже и серьезнее, чем взрослые, но вот мне кажется, что движение эмо подменяет настоящее страдание, страданием иллюзорным, и как раз это очень опасно, что дети страдают не по делу, если можно так сказать. Они культивируют страдания. Они культивируют страдания, тем самым культивируют свое такое отдаление от реальности. И вот, что мне очень важно сказать об эмо, к сожалению, еще одна проблема любой субкультуры, это игра. Это, в общем, достаточно нормальная вещь для ребенка, но если не заигрываться. Какие опасности существуют среди вот такого движения, как эмо для подростка? Ну, одна из опасностей это суицид. К сожалению, суицид может стать модой. Это известно психологам, бывали эпидемии суицидов, в античности, сейчас мы кое-где наблюдаем в России, к сожалению, эти вещи. Так, а чем они отличаются друг от друга? Вот готы от эмо? Если говорить о готах, какие черты свойственны? Это, несомненно, тайна, за которой скрывается некий ужас и страх, такой животный страх, где мы наблюдаем какие-то мистические бездны, именно бездны. Но, вот, что там есть еще, о чем мы сейчас как бы редко говорим, там вот есть этот монконформизм. Половина утверждений, которые мы найдем в их текстах, о том, что мир ветхий, о том, что человек падший, о том, что все рассыпается, и о том, что главный протест вот готов, как они это себе объясняют, это протест против редукции, упрощения сложности мира, вот каким-то примитивным формам поп-культуры, массовой культуры. За 10 лет существования телефона доверия для детей, подростков и родителей кто только не звонил сюда. Разные истории, разные судьбы, разные непохожие друг на друга ситуации. Но всегда это крик о помощи, экстренной помощи. Не так давно там звонила мама, например, ее сын, говорит, она уходит куда-то ночами, на какие-то кладбища, стал очень странно одеваться. И она в шоке от того, что он там ходит на какие-то кладбища. Это значит, что он близок к самоубийству. И это она просто в жуткой панике, когда предложили ей разобраться, куда уходит ее сын, и что в ней такого страшного. Ну, как-то сбросив вот это эмоциональное напряжение, она стала думать, и потом перезвонила, рассказала, что он, оказывается, это такое движение, готы, что она поняла, что это безопасно почему-то, вот каким-то образом, она поняла, что ничего страшного нет, что вот ее сын так самовыражается. но это такая очень понимающая мама оказалась очень разумная. Она стала разговаривать со своим сыном о том, что его в этом привлекает. Она даже стала слушать эту музыку готическую, которая так увлекла ее сына, вспомнила свое увлечение в детстве рассказами Эдгара По, как-то, ну то есть нашла какие-то точки соприкосновения и просто стала разговаривать со своим сыном об этом. Это не значит, что он ушел из этой субкультуры, но тем не менее это не означало разрыв, то есть контакт, он все равно оставался, какую-то точку контакта они нашли. Мне вот такой вопрос сейчас интересует, скажите, пожалуйста, Эмма, вот такая культура или субкультура или сублимация своего страдания, своей болезненности, да, готы, сублимация тоже боли и желания смерти. Вообще это все немножечко дышит адом, в моем представлении. И люди, попадающие в такую, особенно молодые люди, я так понимаю, что все-таки есть определенный тип психологический подростков, которые наиболее склонны к этому, к этим движениям. Вот что это за дети? Кто обычно туда попадает? В эти субкультуры. На что стоит обратить внимание, скажем, родителям? Ну вот, к сожалению, это очень часто достаточно умные дети. То есть дети, которые не могут, которых не устраивает учиться на тройке. Это с точки зрения интеллекта, а с точки зрения их психологического состояния. Это дети, которые, может быть, не нашли для себя, им трудно дружить. Это дети, у которых есть проблемы с общением, с коммуникацией, которым не то, чтобы трудно дружить, у них не получается дружить. Они бы и хотели, на самом деле, но они не находят родных себе. Люди, если говорить о готах, там ведь что важно, что это не тусовочная изначально культура. Это люди, которые, это одиночки. Это люди, которые совершают некие мрачные подвиги внутри себя, иногда очень странные. И там для них поход на кладбище это некая тоже, если хотите, форма аскезы. Это очень разорванный мир, который не ищет общения массового. То есть это не стадионная культура, вот это не субкультура болельщиков, там, Спартака какого-нибудь, да? Это что-то абсолютно другое. Я думаю, что дети всегда будут во что-то играть. Там лет 10 назад они играли в хоббитов и, значит, эльфов, это была латинистская культура. Она, кстати, была гораздо более христианской в том плане, что там не было вот этой... Она была просто более здоровая, мне кажется. Ну, вот... Потому что она была культурой разыгрывания замечательных книг. Мы также играли в свое время в индейцев и в ковбоев, когда читали Фенни Мору Купера. Ну, а сами книги просто не христианского содержания. И наши дети в это играли и с мячами, и с кольчугами бегали. Сейчас они играют в другие игры. И самое печальное здесь, что взрослые, которым абсолютно все равно, во что играют дети, но они делают одежду, какие-то, значит, штучки модные, они эксплуатируют это у тебя, говорю, ребенка к самостоятельности, его интерес, его любопытство. Они просто делают на нем деньги. Ведь, наверное, может возникнуть какая-то такая, наверное, и зависимость человека от подобного общества. Ну, некая зависимость, подобная такому сектантскому сознанию, которое держит, крепко хватает и не отпускается от себя. Такая опасность тоже, наверное, существует? Несомненно, возникают поведенческие стереотипы или сценарии. Некая своя культура жестов, культура реакций на какие-то внешние импульсы. И она может действительно постепенно расходиться с нормой. Просто с обычной нормой, психиатрической нормой. И поэтому человек, который подсел, если хотите, на вот эту субкультуру, себя чувствует потом дискомфортно в обычном обществе. Ну, там, не знаю, в обычном театре, просто в метро, ему трудно общаться. И адаптироваться, наверное, тяжело. Отец Дмитрий, что бы Вы могли посоветовать родителям, чьи дети, возможно, уже подпали под влияние подобных субкультур? Вот на какое поведение детей они должны обратить внимание? Стоит ли вообще им бить тревогу из-за этого? И, может быть, это само по себе пройдет, и волноваться не надо, и дети повзрослеют и станут нормальными людьми? Или все-таки стоит бить тревогу? Я бы не оставил без внимания, если бы, скажем, мой ребенок начал красить ногти или как-то странно стричь волосы. Но не в том смысле, что я набросился на него с ремнем и начал его ругать, не разобравшись, а что произошло. А я бы задумался над тем, а какие вопросы или какие проблемы, может быть, пустоты в своей душе, он пытается наполнить там и посмотреть, а есть ли ответы на эти вопросы там в моей библиотеке, среди фильмов, которые мы смотрим, среди образа жизни вот моей семьи. А я вообще с ребенком-то общаюсь, а мы с ним, не знаю, в поход ходили, когда последний раз? А что мы видели? Тоже этим всем подвержены и что только мы не видели, что уже и Петя смотрит в интернете, и чем Аня увлекается, поэтому я не могу сказать, что мы это оградили его и Петю, и Аню, и Сашу. Мы бы, конечно, хотели, чтобы они слушали все православные хоралы, они и панк-рук слушают, и фильмы смотрят разные. Я не могу сказать, мы можем только вместе с ними посмотреть и обсудить это все. До сих пор есть опасения. Не оттолкнуть ребенка, не навязывать его свое мнение, а помочь ему разобраться, куда он попал. Подставить свое плечо, протянуть руку, если надо. У Ольги семь детей. Вместе с мужем, дьяконом храма Рождества Иоанна Претеча в Ивановском, они заядлые туристы, и ребят всегда брали в походы с собой. А с тех пор, как старший Саша, а за ним и другие дети, стали православными скаутами, Ольга с отцом Михаэлом тоже примкнули к этому движению. Это мне очень сильно помогло вот как раз не оказаться в каком-нибудь таком молодежном течении типа Готов, Эмма и тому подобное. У меня был свой интерес к жизни, и мне просто это было не нужно. У меня была своя жизненная позиция все это время. Саша Готов не осуждает. Более того, среди его друзей есть ребята, причисляющие себя к этой молодежной субкультуре. И даже те, которые называют себя православными Готами. Мы не сможем, даже если сильно пающим, мы не сможем найти выцерковленных Готов, выцерковленных Эмма, выцерковленных Панков, которые удачно совмещали бы служение Христу и служение, ну, грубо говоря, и жизнь в этой субкультуре, в которую они входят. Вся эта тематика крестов, черепов, это все тематика могильная. И, в принципе, мне слово представляется православный человек, который поклоняется поклоняется тлению, поклоняется гробам. То есть, не представляется. Это, ну, грубо говоря, несмотря на то, что мы сами носим на себе насильный крест, несмотря на то, что это тоже символ смерти, но это символ смерти Христа. Это символ смерти, которая обернулась жизнью. Обернулась жизнью не только для умершего Бога человека, но и для всех живущих на земле, живших, и для тех, которые еще не родились. из письма Сашиной мамы к нам в редакцию. Размышляла, что же я буду делать, если вдруг кто-то из моих детей попадет в субкультурную группу. Пришла к выводу, что кроме усиления молитв за своих детей, пересмотрю свои отношения с этим ребенком. Возможно, раз он ищет понимание и ощущение собственной ценности где-то на стороне, он не находит этого дома в кругу семьи, а значит, это моя вина, и я должна буду это как-то исправлять. В результате этих размышлений поняла, кто из моих детей находится в группе риска. У нас на приходе был случай, подросток, 15 лет ему, и вдруг у него это возникает. Желание быть Эммой. Достаточно устойчивый, это не слабый человек, это лидер по своим качествам. Он где-то около года, как мы бы сказали, терся, ходил в эти какие-то тусовки, как мы сейчас говорим, но жил этим, слушал музыку, прошел примерно год, это было время, когда он выстраивал, пытался найти свое новое место в семье, в своей, потому что ему было 14, он был еще, как бы, частью семьи, а теперь вдруг он оказался еще, на него легла забота о младшем брате, на него легли какие-то просто обязанности по дому, ну и были конфликты с родителями, отсюда, обиды были, значит, и раздражение возникало, и вот он пытался себя найти, и вот через это, значит, вот там он находил ответы на вопросы, на которые дома ответа не находил. Ну и еще находил у нас в храме, я очень рад, что Господь как-то подсказал ему, что вот есть ответы не только в субкультуре, в этой, да, но можно найти очень многое в храме. И более того, он стал приводить к нам своих друзей, ну как-то так, иногда, скажем, заглядывать, они стали вместе с ним, и вот выяснилось, что между церковью и человеком гораздо меньше расстояния, дистанция, чем иногда кажется со стороны. И поэтому мне представляется, что заглянуть в храм, да, и как-то найти язык, научиться языку молитвы и научить ребенку этому языку попытаться, тоже было бы замечательно, потому что нас когда-то не станет, а им идти дальше. И вот было бы хорошо, если бы они шли с Богом. Спасибо большое, отец Дмитрий, спасибо за то, что нашли время и пришли к нам на программу. Наша программа подошла к концу. Ее электронную версию вы всегда найдете на сайте Седмица.ру. Там же вы можете ознакомиться с новостями религиозной жизни всего мира. До встречи через неделю. Всего вам доброго. Храни вас Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok